всем добро пожаловать в новый влог это будет видео с новой из ванной комнаты сегодня покажу вам свои утренние процедуры и хочу я сегодня нанести маску распаривающие от skin light называется абрикос красивая такая розовая субстанция очень интересная маска на самом деле она распаривающая и она действительно идет дает такой теплый очень приятный эффект здесь вот вы можете видеть по моим ощущениям на видео что она действительно дает тепло кожи и можно подумать что у вас какой-то теплый компресс на лице в общем очень приятное ощущение маска легко разносится она очень легкая никаких неприятных ощущений при нанесении нету также эту маску на нашу и на шею выдерживают 20 минут потом смывая водой я думаю что эту маску можно наносить перед какими-то очищающими масками если вы хотите почистить поры или сделать скраб распарить кожу перед подобными процедурами я думаю что как раз таки будет неплохо я в дальнейшем не буду наносить никакие очищающие маски мне просто захотелось использовать ее соло смываю маску она спокойно тоже смывается без всяких проблем очень легко просто при помощи спонжей теплой воды кожа мягенькая хорошая увлажненная хоть она и не дает никакого напитанного эффекта но тем не менее кожи себя прекрасно чувствуют после этой маски в дальнейшем наношу обязательно свой уход это у меня серум сейчас я его использую просто как крем иногда можно использовать и под более плотный крем этот серум но и я сейчас наношу его просто как самостоятельное средство обязательно каждый день наношу на губы какое-то ухаживающее средство сейчас это у меня блистекс и это бальзам для губ либо это может быть гигиеническая помада потому что губы сохнут а этот бальзам кстати очень красиво дает оттенок на губах все приглаживаю волосы и отправляемся завтракать я заранее перед тем как эти умываться залила овсянку водой и теперь я буду добавлять остальные ингредиенты к нашему завтраку у меня это будет банан для того чтобы кашка была не такой пресной все-таки банан дает хорошую сладость также я использую семена льна и кунжутные семечки если я не ем кашу утром то семечки все равно всегда стараюсь добавлять свой рацион также еще у меня будет тост я очень полюбила черный хлеб авокадо и между прочим авокадо очень вкусный в сочетании с солью и черным перцем если вы еще не пробовали обязательно попробуйте завтрак мой готов всем приятного аппетита кто будет кушать вместе со мной и да я добавила еще себе один тост с арахисовой пастой ну и конечно же чай а после вкусного и сытного завтрака меня ждут домашние дела я приступаю к глажке и начинаю я гладить дорожку мне очень захотелось постелить дорожку на наш стол это икеевская дорожка она у нас уже на больше года в принципе все меня не устраивает и цвет как она смотрится на столе но один единственный минус у нее все-таки есть это ее ткань как долго я не выглаживаю с каким бы паром я не гладила она идеально гладкой все равно не становится то есть это все таки заслуга я думаю ткани не очень приятная ткань в плане но смотрится она хорошо ну и немножко красоты наружу на нашем столе и приступаю к дальнейшей глажки глажки накопилось достаточно много хотя бывает и больше я все-таки стараюсь гладить по мере накопления не коплю большие типы потому что потом приходится тратить очень много времени своего тракоценного на то чтобы перекладить большую и огромную стопку белья стопочка белья наконец-то выглажена это еще у меня не очень много белья было а еще кстати у меня отстирала машинкой и сейчас следующую партию надо будет развесить сушить так я тут еще занимаюсь сортировка полотенец девчонки достала все полотенца кухонные которые у меня есть в доме и я вот глядя вот на эти стопки понимаю что во первых их очень много мне столько не нужно и во вторых я сейчас уже для себя решила что я сейчас как-то больше хочу видеть на своей кухне текстиль более однотонный более спокойных расцветок это в основном вот полотенце вот эти это те что еще мама мне отдавала когда только мы заехали сюда в квартиру то есть я сама ничего не покупала и вот ну так скажем при данное которое у меня еще было там лежала у мамы в общем она нам все вот это вот отдала эти вот эти вот стопочки полотенец вообще новое я их даже не трогала и даже еще не пользовалась вот это точно я стопку отдам маме обратно может быть ей пригодится или знаю либо на дачу в коем случае увезем ну в общем вот такая расцветка да то есть понятно дело что мне как-то уже не хочется на белой кухне видеть это очень яркие кричащие такие расцветки они привлекают на себя внимание поэтому нет что-то мне хочется такого более нейтрального однотонного вот такие вот разные там рисунки ну то есть вы поняли вот этими полотенчиками пользовались принципе вы их могли часто видеть в моих видео так что вот эта стопка точно отправляется либо маме отдам либо на дачу везут там пусть они сами смотрят здесь вот стопочка оставила это я вот сейчас две погладила это уже тоже были полотенчики но внешний вид уже такой видите ниточки где-то по вытягивались это я уже оставляю такие тряпочки для того чтобы вытирать допустим фасады когда я мою на сухо вытирать они очень хорошо впитывают влагу и на сухо вытирать те же самые стекла можно зеркала то есть ну такие вот полотенчики они маленькие по размеру и удобно ими пользоваться в качестве ну вот тряпочек для уборки а эти буквально там три полотенчика 4 оставила просто они такие тематические для фотографии ну вот если какие-то дела допустим блюда выставлять или что-то еще то есть для фона ну такое что-то оставила мне кстати вот это полотенце было на фотографии со столиком из фикс прайс в общем это полотенце оставила вот именно в качестве декора для каких-то фотографий вот и вот все полотенца которыми я пользуюсь в основном у меня вот здесь вот лежат это сколько вот 3 6 7 это вот это тоже в основном идет только на фотографии вы его часто видите у меня кстати с различными тарелочками я его не использовала еще в качестве вот полотенце для рук а вот так чтобы подстелить салфеточку положить рядом с тарелочкой очень часто она у меня это в мелькает вот получается вот полотенец полотенец вот такой тону мягенько остальные все вот вы увидели я покупал их в пятерке вот такой полотенчик то есть как бы есть цвета синий но основная как бы такая гамма вся но нейтральная и рисунок такой не сильно броски что-то такое вот есть но это не кричащий не бьющий в глаза вот эти вот салфетки но это полотенца тоже геевский я их подстилала раньше на стиральную машинку сейчас ими также можно пользоваться в качестве полотенца по нормальному их применению вот они тоже однотонные да есть рисунок но не такой вот яркий да как вот эти я понимаю что вот вот то что у меня сейчас есть мне за глаза хватает и менять полотенце но с большей скоростью мне не надо то есть грязно полотенце кинул здесь всегда есть что повесить ну как бы вот на его смену поэтому вот эта стопка точно уйдет и оставляю по минимуму вот кстати напишите у вас текстиль на кухне скатерти полотенце прихватки у вас яркие или вы уже тоже уходите на более такие нейтральные цвета более спокойные ну вот мне как-то уже хочется я дам к этому уже со временем прихожу поэтому все вот полотенце я тоже разобрала и вы кстати наверное могли увидеть да что я уже глажу новым утюгом покажу еще раз наш который был до этого redmond он еще до сих пор рабочим состоянии все единственное что вот у него подошва вся вот в таком вот виде хотя я периодически чищу у меня кстати есть идея я тут увидела один способ как можно хорошо очистить всю подошву утюга я хочу попробовать этот метод и вот как раз таки на этом утюге я наверное и проведу этот эксперимент обязательно вам засниму этот процесс покажу работает вообще этот метод или нет вот если от отмоет эту подошву этот метод и все будет чистенько я этот утюг отвезу на дачу потому что он полностью рабочий на даче там по моему у нас philips но очень очень старенький прям но совсем легкий слабенький так и какой же утюг мы купили в общем мы остановились на philips я хочу сказать большое всем спасибо за ваши отзывы на мой вопрос про утюг который я задавала как-то своем влоге интересовалась какой утюг у вас в общем у нас в белом цвете был представлен только philips я не захотела никакие яркие опять же расцветки там синий черный так далее поэтому остановили свой выбор на philips беленький он конечно по сравнению с редмонд вот редмонд он очень такой легкий кстати здесь даже вода еще в нем есть и при этом даже то что он наполнен и все равно остается легеньким а вот philips он уже очень очень тяжелый и конечно гладить сейчас ну большое удовольствие также имеется вот такая вот здесь штучка такой небольшой кармашек для того чтобы потом вытряхивать всю накипь если она вдруг будет собираться я воду наливаю в утюг не из-под крана у нас будет и бутилированный мы покупаем вот поэтому заливаем такую воду ну со временем посмотрим будет ли накапливаться какая-то накипь но все равно тем не менее хорошо что есть такой клапан раньше в основном все вот вся накипь если было то она выходила с паром через вот эти отверстия может быть сейчас при помощи такой системы уже не будет этого посмотрим со временем он у нас вот около сколько недели три наверно вот обошелся он нам 5 999 у меня муж покупал его вальдорадо поэтому вот покажу модель philips ажур вот такой и вот кстати вот тут клапан про который я вам говорил видите известковый налет который собирается вот туда все скапливается не ту сторону показал вот так у него здесь постоянная подача пара мощность 2 800 ватт скольжение устойчивость к царапинам в общем выбрали philips посмотрим сколько нам будет служить я надеюсь что долго так что все и кстати знаете какой самый большой минус для меня я в икея купила подставку специально повесить в шкаф для утюга и у меня такой облом произошел старый утюг вот этот заходит в эту подставку а этот не влезает потому что здесь очень широкого здесь вот подошва вот то есть вот эта вот часть здесь не входит и мне получается приход придется утюг опять где-то хранить на подоконнике на балконе то что к сожалению вот он по размерам не подходит для этой подставки а я очень надеялась что буду хранить утюг спрятанном виде в шкафу ну ладно может быть также на дачу отвезем и где-то так же в подлестнице в такой хозяйственный шкафчик повесим там подставку и будет храниться утюг поменяли чайник поменяли надеюсь что бытовая техника никакая нас больше подводить не будет и еще мне очень хочется поменять чехол на гладильную доску вот эта гладильная доска у меня из лера мерли она мне полностью устраивает она и широкая такая хорошая тяжеленькая вот но чехол хочу поменять потому что уже спустя два года видите на нем появились какие-то пятна и вот это расцветка тоже мне не нравится я бы что-то сейчас взяла уже такое однотонное вот здесь вот мне тоже нужна будет ваша помощь девчат где вы покупаете чехлы на гладильной доске я знаю что и в леруа мерлен также есть кстати здесь тоже какая-то у меня жженая часть на этой стороне буду ждать от вас ваших ответов вы мне в этом плане прям очень помогаете спасибо вам большое за обратную связь заранее вам уже говорю большое спасибо специально наглядно вам показать что же это за подставка под утюг а то может быть некоторые не знают вот так вот она выглядит уже в собранном виде она приходит вообще упакована то есть вот эти все штучки так аккуратно здесь сложены она упакована вот это я ее уже собрала и вот таким вот образом она вешается на стену и вот сюда ставится утюг называется варьера вот видите так вот ставится утюжок очень легко она собирается то есть все вот раз и все вообще вещь конечно очень классная игры убрать также можно куда-то за штору повесить спрятать утюжок может на куда-то в шкаф бытовой повесить очень классно так что вот какие есть такие замечательные штучки буду заканчивать этот влог у нас он получился такой немножко спонтанный хозяйственный немного очень казалось выгодит лесошу кухню потому что после глажки конечно же пыль оседает и надо в общем убираться хочешь хочешь что привожу кухню в порядок и расстилаю полос которым поливалируем и в принципе на этом сегодня хозяйственная часть меня закончилась всем спасибо за просмотр и пока пока